То, что сегодня происходит в мире вообще и в России в частности, не может не отразиться на рынке недвижимости. Если сравнивать февраль прошлого и текущего года, то спрос на покупку жилья упал на 15%, хотя на тот момент режим самоизоляции еще не был введен. Кто-то не спешит покупать, потому что боится тратить сбережения, другие не спешат продавать в надежде, что цены, возможно, вырастут. Если решить квартирный вопрос нужно срочно, эксперты не советуют с этим тянуть. А вот с инвестициями в недвижимое имущество пока лучше подождать. Жительница Самары Фануза-Шакирова успела вовремя с продажей недвижимости. К концу лета цена ее комнаты упадет на 15%. Полгода тому назад обращались. А вот почему именно сейчас продали? Ну, потому что вот нашелся покупатель. Столь такое нестабильная ситуация сейчас. Несмотря на это мы смогли продать. Ну, скидки, конечно, пришлось сделать, но я не скажу, что такие там грандиозные, глобальные скидки. Мне кажется, что на рынке недвижимости, ну, я, конечно, не каждый день продаю комнаты, да, скажем так. Я думаю, что всегда приходится договариваться. Пандемия внесла свои коррективы в работу риелторов. Сейчас они переключились на новые методы работы в удаленном режиме. На сегодняшний день придумано много инструментов. Это онлайн-показы объектов, онлайн-регистрации, онлайн-задатки придумали. Мы все будем наблюдать, как мы будем выходить из этой ситуации, что будем придумывать, изыскивать какие-то формы, способы. Ну и, конечно же, главное – здоровье граждан. Ну, однозначно, рынок недвижимости будет снижение спроса, вследствие чего будет понижение стоимости жилья. Но рассматривать надо регионы каждой в отдельности. У рынка есть все же шанс подняться, говорят эксперты. Надежда на банки. Если они не поднимут ставки по ипотеке, а сейчас в среднем это 8-9,5%, спрос не будет падать. А может даже и вырасти вслед за падением цен на жилье. А значит, к концу года рынок недвижимости ждет положительная динамика. Елена Малютина, Максим Гусев, Григорий Бляшаков. События.